Ветеран, мы шли к Шушу сквозь капкана. Каждый боец, независимо от языка, религии, национальности, был нацелен на победу, — говорит Рамус Миралиев, доброволец, герой войны из села Саратипе Шамкирского района. В дни войны каждый боец, независимо от языка, религии, национальности, был нацелен на победу, боролся за освобождение родных земель. Находясь там, никто не думал о наградах, — вспоминает ветеран Сорока четырехдневной войны. Одним из главных факторов победы в войне стали единство и солидарность всех граждан Азербайджана. Независимо от национальности, языка и вероисповедания, каждый был готов оправиться на борьбу за освобождение родных земель. В сорока четырехдневной отечественной войне принимали участие и отважные бойцы из числа турок Месхитин Циев, проживающие в Азербайджане. Один из них — Рамус Миралиев, доброволец, герой войны из села Саратипе Шамкирского района. Рамус вернулся домой с военной службы за несколько месяцев до того, как разразилась война. Тем не менее, он снова отправился на военную службу, на этот раз добровольцем и прошел всю войну до конца. Его отец, Вершан Миралиев, сказал региональному корреспонденту «Спутник Азербайджан», что и сам обращался в районный комиссариат, чтобы отправиться на войну, когда началась война, мой сын уехал добровольно. Мы не могли поддерживать связь, смотрели телевизор каждый день, переживали. Тогда я не выдержал, пошел в комиссариат и сказал, и меня забирайте. Но мне ответили, что солдат достаточно, и в добровольцах нет необходимости. Я гордился, что мой сын воюет, защищает землю, родину. Мы молились, чтобы мы выиграли войну, и чтобы наше государство с честью выдержало это испытание. Боевой путь Рамуза начался в направлении Физулинского района. Затем он воевал в Шуша, там же он получил первое ранение, 4 ноября мы начали двигаться из Физули в Шушу. Ехать было опасно, и в лесу Топхана мы вышли из машин и стали идти пешком. По всему нашему пути нас ждали капкана. Чаще всего это были привязанные проволокой гранаты к деревьям, чтобы пеший оборвал проволоку, и граната взорвалась. В нескольких местах противник сам ждал нас в засаде. В одной из них мы хоть и смогли уничтожить противника, но шестеро из нас были ранены. Я также получил легкое ранение в ногу, но продолжал двигаться. Подойдя к Шуша, воинская часть с Рамузом попала под контратаку противника, начался артиллерийский обстрел. Он был ранен в результате взрыва минометного снаряда. В день объявления об освобождении города Шуша его отправили в Гадрут, а оттуда в больницу на лечение. Но радость от известия об освобождении города Шуша заставила забыть о ранении и боли. В дни войны каждый боец, независимо от языка, религии, национальности, был нацелен на победу, говорит Рамуз, никто не боялся воевать. Все понимали, что мы, солдаты одного государства. Неважно, талыши, лесгины и другие, мы все боролись за территориальную целостность Азербайджана. Находясь там, никто не думал об наградах. По возвращению домой герои войны встречали все жители родного села. За отвагу в Великой Отечественной войне Рамуз Миралиев награжден медалями за отличие в бою и за освобождение Шуши.